Здравствуйте! В эфире программа «Время новостей». Как и обычно в этом выпуске, только самые интересные и важные темы к данному часу. Турция не заинтересована в усугублении конфликта с Россией. Ярким тому доказательством стал отказ официальной Анкары от введения визового режима с нашей страной, даже несмотря на обострение отношений между государствами. Многие эксперты видят в этом попытки руководства Турции пойти на мировую, опасаясь резкого снижения собственного политического рейтинга. И даже в своем ежегодном послании к Федеральному собранию президент Владимир Путин четко разграничил отношения между народами и действия политиков. Имеется в виду, конечно, позиция Реджепа Эрдогана. Такое мнение в скайп-интервью нашему телеканалу высказал директор экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов. Он подчеркнул, что мы любим турок, что готовы с ними сотрудничать, очень ценим отношения, которые между народами нашими сложились. И отделил зерна от плевел. Фактически, так сказать, обвинил только Эрдогана, только вот его, так сказать, эти интересы, связанные с нефтью, связанные с поддержкой ИГИЛ. И он говорил эмоционально, то есть для него предательство, еще вот все видим, да, для него предательство, это один из самых суровых грехов, которые он, так сказать, не может терпеть. Напомним, Россия ввела санкции в отношении Турции. Так, в список товаров, которые будут запрещены к возу в Россию из этой ближневосточной страны с начала 2016 года вошли мясо птицы, овощи, фрукты, соль, а также свежие гвоздики. Цена на газ для Украины будет формироваться на общих для сопредельных стран рыночных условиях. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак. Кроме того, глава Минэнерго сообщил, энергоблокада Крыма, предпринятая украинской стороной, не может негативно повлиять на поставки газа из России в Европу. Он отметил, что отношения с Украиной и Европой регулируются подписанными контрактами. Считаю, что в рамках действия этих контрактов нужно продолжать взаимодействие, так как мы являемся надежным поставщиком газа для европейских потребителей. Ни в коем случае нам нельзя подвергать сомнению надежность поставок из России европейским потребителям. Министр посетовал на то, что Киев не принимает никаких мер для восстановления ЛЭП и выразил надежду на то, что все-таки разум возобладает, поскольку сама незалежная нуждается в том, чтобы обеспечить энергоснабжение Херсонской и Николаевской областей. График отключения электроэнергии в Крыму далек от идеального. Многие села, вопреки утвержденному расписанию, остаются без света. В городах электричество подается меньше положенных 8 часов в сутки. В связи с этим глава Крыма пригрозила энергетикам полуострова уголовной ответственностью, если ситуация не изменится в кратчайшие сроки. По данным Крымэнерго, сейчас в регионы подается 40% от необходимой электроэнергии. Это в общей сложности 10 часов в электроснабжении в сутки. Куда хуже дела обстоят в селах. Там большие проблемы с графиками. Люди сидят без света, несмотря на запуск энергомоста и разработку графиков. Меньше 40% ни у кого нет. Друзья мои, 40% калькулятор нужен кому-то дать. Сядьте и посчитайте. Давайте добьемся точности, друзья мои. Иначе придется просить, значит, прикомандировать штаб сотрудников ФСБ на место МВД и прокурора. То есть, как бы, но с другой целью. То есть, как бы, с тем, чтобы конвой уже ездил за каждой группой. Все сегодняшние сутки, вот с сегодняшнего дня до завтрашнего совещания, субботнего, посвящаем выверению графиков и принятию мер, необходимых для справедливого распределения электроэнергии. Сергей Аксенов отметил, что все сигналы крымчан о нарушении графиков собираются. По каждому факту обещают отдельный разбор полетов. Начальников ФРСов обязали ежедневно докладывать на заседании штаба об исполнении графиков. Больше предупреждений не будет. Злостным нарушителям светит уголовная ответственность. Бесит, когда решаем вопрос, уже все, казалось бы, да, то есть, там, послабление должно наступить. И опять там тэш да протэш начинается. Три часа там через десять там, или два через 22. Вы что, там, с ума посходили на местах? Депутаты на местах должны соответствовать статусу народных избранников и общаться с людьми. Обратная всясть в сложившейся ситуации едва ли не важнейший фактор. Акцент делаем на тех черных пятнах в системе, значит, снабжения электроэнергии, которые сегодня сплошь и рядом идут на горячей линии всех уровней власти. Один из самых проблемных в плане энергоснабжения городов сейчас – это Ялта. Но там трудности решают семимильными шагами. Даже несмотря на то, что в электросетях по-прежнему происходит большое количество аварий из-за перегрузок. Ремонтные бригады прикладывают все усилия, чтобы максимально быстро восстанавливать энергоснабжение. Существенно поможет экономия со стороны граждан. Специалисты говорят, что в данном случае количество аварий равняется количеству включенных обогревательных приборов. Для того, чтобы все крымчане знали, какие из них оказывают наибольшее давление на сеть, Крымэнерго и муниципальным властям дали задание распространить специальные листовки. Артем Артеменко, Олег Черемисин. Время новостей. Крымчаны научат грамотно потреблять электроэнергию в режиме ЧАЭС. Специально для этого разработали соответствующие листовки. В них каждый может ознакомиться с рекомендациями, которые помогут существенно сократить расход электричества. Об этом в интервью нашему телеканалу сообщил заместитель профильного министра Сергей Бедрык. Эта памятка размещена на сайте Крымэнерго. Доведено по всем подразделениям РЭСов в регионах. Взаимодействие идет с муниципальными службами, то есть оповещение населения. Еще раз призываю, бережнее относитесь. Электроэнергии, к сожалению, на данном этапе на всех не хватает, поэтому мы все в одной лодке. Это Крым наш весь общий дом, поэтому давайте как-то друг друга будем взаимно выручать. Также Сергей Бедрык сообщил, что официальное заявление украинских властей о том, что не будто бы восстановили поставки электроэнергии в Крым, не соответствует действительности. По его мнению, это не более чем дешевая попытка политического пиара отдельно взятых украинских чиновников. Электроэнергия пришла с материковой части со стороны Кубани по энергомосту от Российской Федерации. То, что у них там откуда пришло. Но я, к сожалению, не психиатр и не готов комментировать мозговое состояние этой стороны. Использование национальной символики во время энергоблокады это преступление. Об этом заявили крымско-татарские молодежные общественники. Также они дали оценку действиям организаторов блокады, ее истинным целям и интересам. Подробнее расскажет Анжелика Завгородняя. Энергоблокада лишь повод. На самом деле цель куда масштабнее. По ту сторону перекопа хотят хотя бы таким способом посеять межнациональную рознь в республике. Но этот нехитрый план провалился. Основной целью это было сделать межнациональную рознь внутри Крыма, чтобы этим механизмом, который натворит весь этот беспорядок, показать миру, типа тут все не так, как говорит Россия. Но на самом-то деле мы понимаем, что крымско-татарский народ, неручной народ, народ, который имеет волю, дух, веру в своего президента. С самого начала обе блокады позиционировались в первую очередь как действия в интересах крымских татар. Более того, Ленур Ислямов и Мустафа Джамилев заявляли, что все его бывшие соотечественники готовы сидеть без электричества, лишь бы вернуться в состав Украины и насолить Россию. Все наше крымское сообщество, все крымчане консолидировались, стойко перенесли этот удар. И на сегодняшний день ситуация стабилизировалась. Отдельно хотел бы отметить то, что эти негодяи использовали в этом террористическом акте национальную символику крымских татар, наш флаг. Ислямов, Чубаров и Джамилев не имеют никакого права говорить от имени всего крымско-татарского народа, считают общественники. Ведь многие коренные жители понимают, что будущего на Украине у них больше нет. Эти люди – это не марионетки в руках Украины. Это в первую очередь марионетки в руках наших партнеров американских, которые их активно используют, спонсируют через различные гранды и пытаются на сегодняшний день ими руками создать очаг напряжения на границе между Крымом и Украиной. Крымско-татарская молодежь осуждает действия, которые привели к энергетической блокаде полуострова. И квалифицируют их не иначе, как террористический акт. Анжелика Завгородний, Алексей Романов. Время новостей. В Севастополе прошла патриотическая акция. Военная служба по контракту в вооруженных силах Российской Федерации «Твой выбор». На площади Нахимова презентовали современную военную технику и оружие. В небе самолеты Ил-27 выполняли фигуру высшего пилотажа. На месте всем желающим рассказывали о полюсах и социальных поощрениях для тех, кто решил связывать свою судьбу с армией. Предоставляют жилье, питание, страховку. При выслуге 20 лет и более к пенсии идет надбавка. Во время службы денежное довольствие от 17 до 60 тысяч рублей. Никто не брошен, мы все вместе, мы единое целое. И нам нужны молодые люди для поступления в армию, для того, чтобы потом прийти и обслуживать, эксплуатировать нашу любимую хорошую технику. Ветерану Великой Отечественной войны Азату Артемовичу Григоряну 90. Круглую дату фронтовик отмечает в кругу семьи. Цветов, подарков и приятных слов для него звучит немало, ведь Азат Артемович – один из тех, благодаря кому мы сегодня живем под мирным небом. Поздравили юбиляры с круглой датой члены Крымского отделения партии «Единая Россия» и наши корреспонденты. За 90-летний юбилей полковника Григоряна Азата Артемовича наше троекратное «Ура! Ура! Ура!» Гостей Азат Артемович принимает с самого утра. Герой, который знает вкус Великой Победы, научился выносить уроки из поражения, переносить лишения. А сегодня отмечает 90. До сих пор в строю. «Я сам удивлен, что до этого возраста у меня сохранил хорошую память. Разум. Когда работать? Ёлки-желки». «И красноречие». «Есть, а это у меня уже нет». На фронт Азат Артемович ушел добровольно. В 17 лет с боями прошел Ростовскую область, Украину, Крым. В пути было нелегко, но рядом всегда находились верные товарищи, вспоминает ветеран. «Был такой случай, когда на ходу уснул и в ковет свалился. Весь взвод. Ха-ха-ха-ха. Я встал, ровно через минуту-другой упал туда. Вместе с ними я смеялся». Война закончилась. Азат Григорян решил остаться жить в Крыму. И не ошибся. Именно здесь его настоящий дом. Фронтовик рассказывает, когда встал, вопрос о возвращении на историческую родину в своем выборе не сомневался ни секунды. «Всегда сохраняю в душе любовь к России, любовь к фронтовым друзьям моим, которых хоть нет, что делать. И стараюсь быть бодрым и никогда не унывать». С юбилеем ветерана Великой Отечественной войны поздравили члены Крымского регионального отделения партии «Единая Россия». Для Азата Григоряна цветы, подарки и памятный адрес от главы законодательной власти республики Владимира Константинова. А еще специально к празднику гости подготовили именные стихи и военные песни. Подпевает ветеран с удовольствием. «А я в Россию домой хочу, я так давно не видел маму». Человек необыкновенный. И вот я счастлива, что сегодня я поздравляла его с днем рождения, что я общалась с ним, что память об этом останется со мной навсегда. И я просто преклоняюсь перед такими людьми. И у нас в Крыму они еще есть. И я призываю всех, каждый по своему месту жительства, найдите этих людей. Окажите им внимание, окажите им уважение, окажите то, что вы можете дать сердце, свою душу, потому что эти люди уходят. И больше их никогда с нами не будет. Азат Григорян называет себя счастливым человеком. Он прожил долгую и интересную жизнь, воспитал двоих детей, а сейчас гордится пятью внуками. И пусть ему уже не так легко ходить, как прежде, за плечами остается главное – бесценный опыт и мирное небо над головой. Я счастлив, что дожил по 90 лет. Одно неприятно мне, что из фронтовых друзей никто не остался в живых. А побирать нам рановато, есть у нас еще дома верлан. Елена Бережна, Александр Тегнеря-Дно. Время новостей. Круглосуточно патрулируют улицы, ищут пропавших детей и помогают ловить преступников. Добровольцы народной дружины во время чрезвычайной ситуации оказывают помощь севастопольским правоохранителям. В очередной рейд отправились наши корреспонденты. Перед выходом на патрулирование бойцы народной дружины, кроме обычного для таких случаев инструктажа, получают ориентировки с фотографиями троих пропавших детей. От 10 до 13 лет. Скажем, уже не первый раз попадают они в поле зрения, не из благополучных семей. Ну, опять же, надо отработать. Пока все равно, да, просто посмотрят детский парк, то, что было водное, что они, возможно, находятся здесь. Поддерживая связь с другими мобильными группами, активисты осматривают темные дворы. Возле одного из домов замечают мужчину, который лежит без чувств. Ему оказывают первую помощь, попутно выясняя, как он оказался в такой ситуации. Он налицо признаки алкогольного опьянения. Мужчина не в адеквате. Споткнулся, упал головой вниз, повредил затылок, разбил его. Дружинникам удалось поймать двоих грабителей, которые нападали на прохожих. Но уйти далеко злоумышленники не смогли. Общественники вместе с полицией быстро их задержали. Сегодня мы работаем с представителями казачества нашего севастопольского. Работаем тихо, спокойно, хорошо. Люди, которые нам встречались, они доброжелательные. Паник, как говорят, что тут паники везде. Такого, как говорится, нет. Люди помогают нам сами. Если какие-то непорядки, где-то отзванятся на штаб. Люди доверяют своим добровольным защитникам. У них есть боевой опыт. В феврале-марте 2014 года они поддерживали общественный порядок в городе. стояли на блокпостах, охраняя подходы к Севастополю. Ловили диверсантов и блокировали украинские корабли. Елена Бережная. Время новостей. Севастополь. И пока это все новости к данному часу. Ну а мы не прощаемся с вами. Продолжаем следить за развитием событий на полуострове. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова